Амалига стартовала. Новый формат, обновленные составы, бразильский колорит и новые имена. Сока любит удивлять. Осенний розыгрыш продолжит эту тенденцию. Сначала все по классике. Две группы, по четыре команды. Только никто не вылетит. Дорога в четвертьфинал гарантирована. Затем плей-офф с системой до двух побед. Право на ошибку не останется. Победитель получит право сыграть в Лиге Чемпионов и Гранд Финале. В нем сойдутся лучшие команды осени и весны. Победитель на время Чемпионата мира в Германии станет базой для сборной Молдавии. Открывали вечер Соки. Опытный геотермал против дебютантов этого сезона КБК. Команда не скрывает, чьи они фанаты. На логотипе эмблема московского Спартака. Новичков Амалиги фан-движения красно-белых. Игра выдалась богатой на голы, но только для геотермала. Семь раз мяч оказывался в сетке. Новичкам удалось только раз поразить ворота опытного голкипера Чеботаря. У красно-белых настрой все равно остается боевой и позитивный. Фанам Спартака не привыкать к футбольным качелям. Планы на этот сезон пошуметь в одной четвертой. Эмоции зашкаливают, конечно. Игра относительно неплохого уровня для дебютантов. Как мы собрали команду, команде этого состава нет и двух месяцев. Для первой игры неплохо, учитывая, кто против нас играл, какие игроки против нас играли. Учитывая то, что мы все-таки любительская команда. У нас профессиональных игроков на контрактах нет. У нас задача пошуметь в четвертой финале. Следующий матч – битва характера. В Динаме сыграл против Виктории. Равные по силам соперники. Команды играли поначалу в аккуратный футбол. Не рисковали. После первых забитых ситуация в корне изменилась. При счете 2-2 вице-чемпион сломил сопротивление. Третий гол и победа Черных Львов. Надеюсь, этот сезон будет такой же интересный, как эта игра. По крайней мере, нам показалось для болельщиков очень веселый, интересный. Была интрига. Достойные соперники достойного турнира. Канониры из Чемишли встречались с Вольтой. Кишиневцы выглядели более уверенно, контролировали больше игру, обостряли много. Арсенал пользовался ошибками оппонента и не упустил шанс забить два мяча. Вольта же реализовала больше своих моментов и вышла победителем в этой игре со счетом 4-2. Завершал футбольный вечер матч Тура. Тираспольское дерби и два равных соперника. Авангард ТВП МР провел хорошую селекцию, а молодели состав, а значит будут играть на высоких скоростях за счет молодежи и опытных футболистов. Тирасполь подготовку провел не хуже, плюс за спиной опыт в одной восьмой лиге чемпионов. Горожане начали уверенно и на перерыв ушли с преимуществом в два мяча. Телевизионщики в перерыве сделали анализ соперника и вышли на второй тайм уже совсем другой командой. Быстрый гол сразу после свисткат. Качук метит на гол Тура. Две передачи и гол пяткой. Мячи посыпались с двух сторон. Авангард показывал характер на каждом сантиметре поля. Основное время 4-4. И это не конец. Лотерея в виде буллитов ждала после ничьи в этом матче. Итог. Два очка у Тирасполя. Один балл Авангарду. Очень хороший матч получился. Авангард сражался до конца. Прежде всего на характере. Дальше понятно, что к нашей команде придет игра. Она должна с каждой неделей играть все лучше и лучше в каждом туре. Но мы показали, что с этим соперником можно играть на равных. Конечно, нам сейчас на эмоциях субъективно кажется, что эту игру надо было выигрывать. Я думаю, любой футболист так скажет. Наверное, футболисты Тирасполя скажут то же самое в свою пользу. Хотелось бы, конечно, сегодня победить. Этого одного очка нам сейчас недостаточно, конечно. По первому туру можно смело сказать, сезон будет незабываемым. Команды хорошо подошли к турниру и уже показывают максимум. Следующие игры пройдут тоже на арене в Чоревску 14 октября. После этого тура Амалига вернется на привычное место в парк Лаизвор.